Россия сегодня живет по принципу худой мир лучше доброй ссоры, поэтому мы выдерживаем максимально напор, то есть нас провоцируют со всех сторон на развязывание войны, на развязывание каких-то агрессивных действий, но мы, как говорится, опять-таки Россия является той страной, которая никогда ни на кого не нападала. Что касается применения огневой мощи, я думаю, что мы пока не готовы к этому шагу, потому что это очень серьезный рубеж и мы можем перешагнуть точку невозврата. Это страшно не только для Украины, это страшно для всего мира. Мне кажется, да, Запад пытается вести против России определенно холодную войну. Пока что холодную хотят действия, когда это переходит уже в физические действия. Мне кажется, это уже не холодная, а горячая война. Но то, что происходит на Украине, я бы назвал больше экономическим делом, нежели политическим. То есть экономика подталкивает политику действовать именно вот так, жестко. Жить категориями подготовки к войне, ох, как не хочется. Но вообще многое. Вот что не вопрос по большой глобальной какой-то теме, то убеждаешься, что как много в 21 веке, когда, казалось бы, в эру мобильной связи, живи и радуйся, такой, так сказать, техноген со знаком плюс. Столько такой регресс и в стране, и в международных отношениях. В общем, просто, может быть, это действительно примета века или проклятие. Я думаю, что огневую мощь ни одна из стран примерять не будет, потому что все-таки сейчас 21 век, это будет наложение каких-то санкций. Я думаю, что всегда из двух спорящих виноват тот, кто умнее. Всегда можно до чего-то договориться и мирно решить вопрос.